Узнав о встрече Лебедева с Лупановым, Потёмкин вызывает учителя. Лебедев говорит, что приходил извиняться перед невинно оклеветанным человеком. Жанна предлагает Андрею деньги за отказ от притязания на родство с герцем. Юноша уверен, что её подослал Роберт. А София, няней для внука, предлагает взять Олю. Но если Аню приходится на это долго уговаривать, то Оля соглашается сразу. Ну, как? Всё собрала? Да. Вот думаю, не буду я это брать. Мне ведь не на край света еду. Ну, конечно, мы же тут рядом. Бабуленька. Я так рада. Ты-то как себя чувствуешь? Я? Как огурец, хоть на грядку. Ну, зачем тебе на грядку? Ты лучше ко мне приезжай. Ладно, ну-ну-ну, я всё понимаю. Я всё понимаю, что тебе там нелегко будет. Да ерунда это всё, бабуля. Ерунда. Я вот, я как про Серёженьку подумаю, так у меня просто все проблемы вот эти кажутся такими мелочными, и такими никчёмными. Вот как, вот детки-то как, а? Ну. Да, бабуленька, да. А ты прямо сейчас ко мне приезжай. Вот прямо со мной, может, вместе и поехали, а? А что, можете так? Ну, я бы поехал, только если Аня не будет против. Ты что, Аня? Ну что, Аня? Главное ведь, чтобы Серёженьке было хорошо, правда? Да, конечно. Чтобы Серёженьке. Ведь одна нянька хорошо, а две ещё лучше. О, хорошая мысль. Ну что? Пошла. Поехала я. Я не могу, я так ловлюсь. Ой, перестань, перестань. Вот это не нужно. Во-первых, ты очень сильная. Сильная? Да. Во-вторых, ты со всем справишься. Со всем справлюсь. А потом, ты знаешь, я, пожалуй, даже сегодня вечером к вам приеду. Правильно. Прямо на вечерние купания, как говорит Елизавета. Вот и прекрасно, бабуль. Вот и славненько. Значит, до встречи. Давай, давай. Всё. Иди, иди, моя хорошая. Иди. Аккуратней. Бабушке надо идти на работу, да, как не хочется ей уходить, но придётся... Что такое? Что? Аня. Что? Он мне вот сейчас так ручкой помахал. Он, наверное, действительно не хочет, чтобы я на работу уходила. Да, мам, тебе показалось, наверное. Нет, я ему сказала, а он мне так рукой помахал. Ой. Да. Да. Ой. Ну ладно, всё. Действительно, пойду, а то опоздаю. Не забудь ушки ему прочистить. Хорошо, не забудь. Баба. Слушай, Ань, скоро Оля должна приехать. Осторожней. Детка, ты обещаешь мне её встретить, ну, по-тёплому, как сестра. Да? Хорошо. Анечка, ну, я же с тобой разговаривала. Вы же взрослые женщины. Вы все острые, в конце концов, родные. Справитесь? Конечно, конечно. Ой, детка, не о том ты сейчас думаешь. Сейчас ни ты, ни Оля в расчёт не идут. Сейчас самое главное – это он, вот его счастье. А всё остальное надо просто отбросить. Да. Ань, ну ты у меня серьёзная, мудрая женщина. Анют, ну, я надеюсь, что всё-таки здравый смысл победит эмоции. Спать хотим. Мам, ты на работу опоздаешь. Ну, да. Маленький, мой покой, покой, покой. Пока ты, мама. Пока, пока, моя сленышка, пока. Ангелочек ты мой. Спать будет. Добрый день, Рита. Здрасте. Добрый день. А это у вас никак не закончится? Скоро закончится уже. Скоро закончится, будем работать в обычном режиме. А скоро это когда? Скоро это... Да скоро, скоро. Скоро закончим, правда, всё это зависит вот от нашего уважаемого администратора. Маргариты. Понятно. Рита Форевер, мы на вас надеемся. Пойдём. Дай мне, пожалуйста. Ну что, сделал меня крайний, да? Доволен? А вот этим ты тоже доволен? Всем? Ну, а что, на мой взгляд, очень даже миленько. Миленько? Жаль, только наши взгляды с тобой в последнее время не совпадают. Рит, ну это же в наших с тобой силах, как говорится, прийти к консенсусу. Слушай, Вадим, чё ты хочешь, а? Чё ты хочешь? Я хочу совсем немного, всего-навсего пригласить тебя сегодня в ночнику. Советую не отказываться. Вот ты умница. Ты только не забудь, ладно? Ты будешь жить в комнате вместе с Серёжей. Так будет лучше. Сейчас тихо он спит. Располагайся. Извини, конечно, я сделала здесь всё на свой вкус. У меня здесь свой порядок. Вещи можешь положить в шкаф. Только, пожалуйста, не разбрасывай их. Я не хочу, чтобы это было, как дома у наших родителей. Здесь есть вещи с Серёжей. Но я думаю, что твои поместятся. Постиль тоже в шкафу. Пожалуйста, вынимай её только на ночь, а утром снова убирай. Хорошо? Хорошо. И ещё я знаю, что ты любишь включать телевизор и слушать музыку на полную громкость. В нашем доме этого быть не должно. Здесь должно быть тихо. Ань, ну о чём ты говоришь? Здесь даже магнитофона нет. И потом, неужели ты думаешь, что я не понимаю, что громкая музыка может помышать Серёжи? Ну вот и прекрасно, что ты всё понимаешь. Разговариваем, как чужие. Наверное, было бы легче, если бы мы были действительно чужие. С этим ничего не поделаешь. Ваня, подожди. Я хотела поговорить с тобой. Точнее, даже это не разговор, а так. Мысли. Давай постараемся сохранить нормальные отношения ради Серёжи. Хотя бы попытаемся. я, в свою очередь, тебе обещаю, что сделаю для этого всё, что от меня зависит. Ну что ж, попытаться, наверное, стоит. Я тоже сделаю всё, что от меня зависит. Зависит. Андрей? Опа! А что за спешные сборы? Да просто возникли некоторые обстоятельства, и я должен уехать. Похоже, на бегствие с поля боя. Слушай, ты можешь думать всё, что хочешь, а я перед тобой оправдываться не обязан. А я не хочу молчать. И не собираюсь. Конечно, трудно с миллионером бороться. Легче, конечно, и проще отступить. Да? Струсил, Андрюх. Так и скажи. Хоть честно будет. А под предлогом непредвиденных обстоятельств мы все можем отсюда... и нас тут нет. Только не понимая, ради чего это надо было всё затевать. Ради чего? Чтоб потом оп! И в кусты. Да? Знаешь чего? Чего? Я не собираюсь митинговать, и вообще разговор мне этот надоел. И делать я буду то, что я хочу. Угу. Ну, великодушный ты парень. Удачи тебе. И далеко пойдёшь, Андрей. Коля, что с тобой? Коля? Вроде живой, сволочный. Да что же они с тобой-то сделали? Живой гений лучше мёртвого гения. Запомни это, негодяй. Это вам не сойдёт с рук. Не сойдёт вам с рук, коренька. Сейчас, подожди, подожди, подожди. Подожди, родной. Тебе водички надо? Или сейчас? Господи. Да где же это оно? Где же оно всё? Вот, 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 вот. Вот, вот, родной. Господи, как же. Как же я виноват-то перед тобой, Коленька, а? Ой, нам что-то надо поменять там, поменять. Да, Серёженька? Давай я попробую. Давай. Ты какой хорошенький у нас, осторожно-осторожник. Сергей Александрович, да. Да правда, какой хорошенький. И чего я тебя раньше боялась? Да, ну я тоже боялась. Он такой хрупкий. Думала, сломаю. Теперь вижу, что парень-то у нас крепкий. Да, Серёж, ничего с ним не будет. Осторожно-осторожник. Носочки сначала. Здравствуйте. Здравствуйте, извините меня, пожалуйста. Вы не могли бы вызвать сюда одного студента? Очень нужно. Ну, студента у нас сейчас знаете сколько? Вы скажите номер комнаты, как зовут? Я понимаю, я не знаю, какой номер комнаты, его зовут Андрей Фомин. Ну, извините, прямо на деревне дедушки. Вы что же предлагаете, чтобы каждого студента расспрашивали? Да, я бы очень этого хотел. Я вас отблагодарю. Пожалуйста. Хотя, не надо ничего беспокоиться. Здравствуйте, Андрей. Здрасте. Я бы хотел с вами поговорить. Нам не о чем с вами разговаривать. К тому же у меня скоро поезд. Я вас отвезу, куда вы хотите. В этом нет необходимости. Спасибо, я как-нибудь сам доберусь. Андрей, ну а как же в принципе? Вот возьмёшь так, просто и уедешь. Ну что ж, ошибся, извините. Андрей, пожалуйста, удели мне хотя бы две минуты. Или подари, если хочешь, общение с тобой. Я не прощу себя, если ты так возьмёшь и уедешь. А потом я тебя отвезу на твой поезд. Или куда ты там хочешь. И, пожалуйста, давай поговорим не здесь, а в кафе. Хорошо? Ну что ж, давайте в кафе. Пойдём. Жан-Роберт после вчерашнего сам не свой. Если б ты видела, он никогда таким не был. Да, хотела бы я посмотреть на разъяренного Роберта. Зрелище, хочу тебе сказать, не для слабонервных. И главное, Жанночка, главное то, что я чувствую, что он меня подозревает в интриге. Элла, сядь, пожалуйста, не маячь. И так голова болит. Послушай, как он может тебя подозревать, если у тебя есть алиби? Ты весь день вчера работала в офисе. Жан, ну Роберт не дурак. Он прекрасно понимает, что такие дела лично не делаются. Для этого можно привлечь ещё кого-нибудь. Например, подругу. Ой. Я теперь что, буду первая подозреваемая у Роберта, да? Ну Роберт вообще как? Человек мстительный. Жан, мне не до шуток, прошу тебя. Ну прости. Просто мне кажется, что ты всё преувеличиваешь. И всё на самом деле не так страшно. Если бы, Жан, он сегодня не поделился со мной своими планами, Надей. Я нигде не могу его найти. В офисе его нет. На телефонные звонки он не отвечает. Да. Слушай, Элка, мне порой кажется, что мы с тобой просто просчитались. И что этот Андрей, действительно, его сын. А Роберт просто это чувствует каким-то двадцать пятым чувством. Жан, ты знаешь, мне иногда тоже так кажется. Что теперь делать? Как же ты меня напугал-то, Коленька? На, от водички попей. Попей, попей. Где же они тебя держали-то всё это время, сволочь? Голова болит. Врача бы сейчас тебе. Что? Что, Колень, что? Ничего не помню. Не помню ничего. Не помнишь? Как это? Совсем ничего не помнишь? Вообще не помню. Ну, ты только не волнуйся, Колень, не волнуйся. Это временно. От волнения отдохнуть тебе надо. Да ну, что же они с тобой сделали-то, сволочи? Алло. Здравствуйте, Григорий Павлович. Что? Вместе с Колей? Прямо сейчас? Да, да, конечно. До встречи. Звонили из милиции и... Коль, нам... Нам с тобой сейчас нужно поехать в милицию. Потемкин вызывает. Прямо сейчас. В семь пятниц у них на неделе. Ну, ты же, наверное, сейчас не в состоянии. Нормально. Я им этого не прощу. Андрей. Произошло какое-то чудовищное недоразумение. Я бы не хотел, чтобы мы расстались вот так вот, на такой ноте. Ну, а как бы вы хотели, чтобы мы расстались? Перестань, пожалуйста. Может быть, это наша последняя с тобой встреча. Давай просто посидим, поговорим, как нормальные люди. И, кстати, ты не против, если я тебя буду называть на ты? Нет. Не хотел я поднимать эту тему, но, к сожалению, ее обойти нельзя. Я об этом идиотском подкупе. Андрюш, ну, скажи мне прямо в глаза, как ты думаешь, если бы инициатива исходила от меня, стал бы я тебя удерживать? Вот видишь, поверь мне, я очень, очень хочу, чтобы ты остался. Короче, братцы, о чем они говорили, я не слышал, но выглядело это примерно так. Роберт. Ну что, мы обо всем договорились? Андрей. Конечно, конечно, Роберт Андреевич. Все сделаем, как вы скажете. Понимаешь? М-м-м. Понятно. Купили нашего Андрюшу. Да не парьтесь вы. Это всего лишь предположение. Давайте у Андрея спросим. Проси, если получится. Андрей сейчас, наверное, в поезде, а поезде-то ту-ту-ту. Я у него спрашиваю. Андрюха, а куда ты едешь вообще? Вон, непредвиденные обстоятельства. А-а-а. А обстоятельства странным образом возникли после вчерашнего звонка. Ну, купили нашего Андрюшу. Ребят, вы что, Андрея не знаете? Может, его запугали. Да так запугали, что каждый из нас бы уехал бы на его месте. Что-то он не сильно испуганным был, когда с Герцем разговаривал. Ладно. Забыли. Был Андрей, нету Андрея. Мы работать будем? Конечно. На зло будем. И никакой Роберт Герц нас не запугает и не купит. Или есть возражения? Какие возражения? Нет возражений. Классно. Николай, вы попытаетесь вспомнить, что с вами произошло, почему вы в таком состоянии. Это очень важно. Я не знаю. Ну, может быть, вы выпили что-нибудь, или вас сбила машина, или вас просто избили. Бесполезно это. Евгений Васильевич, а вы почему молчите? Что вы по этому поводу скажете? Я не понимаю. Я... Я совершенно не знаю. Я пришел домой, а Коля уже... Ну, он в таком вот состоянии. Может, он ударился? Ну, даже как удариться нужно, уважаемый? Ну, как вы себе это представляете? Ну, как... Я не знаю. А я могу вам подсказать. Может быть, кто-нибудь ему хорошенько помог удариться, да? Или я не знаю там... Так на что вы намекаете, что это я? Я ни на что не намекаю. В общем, ладно, короче. Это все бессмысленная трата времени. Значит так, Колю нужно отправлять в больницу, там его сделают обследование. А с вас, Евгений Васильевич, мне придется взять подписку о невыезде. Вот здесь. Товарищ майор, единственная просьба. Если можно, конечно. Разрешите мне сопровождать Колю. Конечно, сопровождайте. Очень интересный человек, Евгений Васильевич. Очень. Андрей, постарайся меня понять. Прошло столько времени с тех пор, как мы не виделись с твоей мамой. И все, конечно, естественно, не позабылось. И воспринимается немножко по-другому. Особенно после того, когда прошло столько времени. И Леночка никак не давала о себе знать. И тем более не сообщила о твоем рождении. Ну, моя мама была очень гордой. Я помню об этом. Леночка этим отличалась. Кстати, ты на нее очень в этом плане похож. Расскажи, пожалуйста, о маме. Ну, моя мама, она... Извини, извини. Да. Я не могу сейчас приехать. Перезвоню, когда смогу. Все. Да. Да ничего страшного, Роберт Андреевич. Я все понимаю. Езжайте. А я никуда не уеду. И мне есть с вами о чем поговорить. Отлично. Тогда звоним в любое время. И, пожалуйста, оставь мне номер своего телефона. А я тебе дам свою визиточку. Кстати, как ты относишься к тому, чтобы сегодня побывать у меня в гостях? Я согласен. Это отлично. Поужинаем вместе. Роберт Андреевич. Да. Я вам еще кое-что хотел сказать. Что именно? Я все равно буду бороться за экологически чистую стройку. Вот и отлично. Возьмете меня к себе в команду. Может быть, я тоже присоединюсь. Пошли. Часу-часу не легче. Единственный человек, который мог бы хоть что-нибудь прояснить, оказывается, неуменяемый. Вы что думаете, что это Лебедев с ним что-то сделал? Да я вообще ничего не думаю. Ты посмотри на этого божьего дуванчика. Он вообще способен хоть что-нибудь сделать плохое. А с этого Николая он вообще пылинки сдувает. Ну, хотя, в принципе, бывают же такие мерзавцы совестливые, которые пока сделают, а потом раскаивают, скотинаются. Серега, все это лирика. Понимаешь? Ли-ри-ка. Ты вот что. Возьми-ка ты больницу на себя. И посмотри, чтобы с Николаем все было нормально. Слушаюсь, товарищ майор. Давай. Ты волна. А-а-а... А-а-а... Му-у-у... 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 Чи-чи-чи-чи-чи... Кройко. А-а-а-а... Угу. Ну-ну-ну-ну, чуть-чуть-чуть-чуть. А смотри, какая цуация. Смотри. Тань, ты что-то хотела? Оля, понимаешь, я в одной книге читала, что малышей совершенно необязательно укачивать. Они сами должны засыпать. Ань, ну мало ли, что там в книгах написано. Может, их вообще писали те, кто детей никогда не имел. Прости. Да ничего-ничего. Только Серёжу качать не надо. Что, необходимость срочного отъезда отпала? Отпала. Встреча с боссом просто в тёплой дружеской обстановке. Ну, если ты говоришь про Герца, то в тёплой дружеской обстановке. Слышь, ты не знаешь, как завести дружбу с миллионером? Нет, не знаю. Я бы сам много отдал, чтобы узнать. Но есть среди нас человек, который знает. Только молчит, как партизан. Ребят, я вам сейчас не буду ничего объяснять, но на завтра у нас назначена встреча в офисе Герца. Не, ну, слушайте, если Андрюха вступит в реальные переговоры с этим Робертом-то, то я его поддерживаю. Ну, если бы он вступил в честные переговоры, то он бы от нас ничего не скрывал. А так, купи его. Ясно? Да что ясно? Ничего не ясно. Завтра встретимся с Герцем, тогда будет всё ясно. Да, вот именно. А что мы делаем сегодня вечером? Ну? Куда мы идём? Куда-куда? В клуб, конечно! Эй, перцы идут в клуб! Элочка, здравствуй, дорогая! Ты уже дома? Очень хорошо. Почему? Ну, потому что сегодня у нас будет гость. И я хотел бы тебя попросить. Роберт, ты хочешь попросить, чтобы я подготовилась? Хорошо, я подготовлюсь, но дома вроде бы порядок. А скажи, кого? Кого мы будем принимать? Андрей. Андрей, хорошо, замечательно, милый я. Я подготовлюсь. Знаешь, дорогая, я всё больше и больше склоняюсь к мысли, что Андрей всё-таки мой сын. Он так напоминает мне Лену, какой я её помню. А может быть и меня. Надо же! Это так замечательно, милый. Я... Я так за тебя рада. Вы всё ещё тут? Ну что вы, ну, время посещения уже давно закончено. Прошу вас. Да-да, конечно. Извините. Я ухожу. Простите, могу я с вами поговорить? Да, пожалуйста. Присаживайтесь. Что вы хотели? Скажите, пожалуйста, что это может быть? Почему он ничего не помнит? Ну, я не врач, понимаете? Тем более полную картину может дать только тщательное обследование. Ну, хотя бы предположительно. Ну, наверняка сталкивались в своей практике с подобными вещами. Бывало, конечно. Чаще всего это результат травмы. Понятно, понятно. А проходит такое или нет? Ну, по-разному. Бывает, что и не проходит. Привет. Веня, проходи. Вот, решил зайти к вам. Узнать про ваше житье-бытье. Ну, проходи. Скоро Ваня с работы придёт. Веня, ну, что ты стоишь? Проходи, садись. Как будто в гостях. Ну, ну, как ты. Как Ольга. Ну, ты знаешь, нормально. Так интересно всё обернулось. В общем, неожиданно, что Оля сейчас воспитывает Анечкиного сына Серёженьку. Угу. Да. А почему Ольга-то? А почему не Аня? Нет, Аня тоже. Ну, у Анечки ему молока нет. А Оля есть. Вот. И потом, ты знаешь, ей сейчас это очень полезно, отвлечься от этих мыслей неприятных. Ну, да, да, да. Ну, ты понимаешь. Вот оно как странно оборачивается. Как раз мы об этом с ней и говорили. Ну, когда Ольга ко мне приходила. О чём? Ну, когда умерла моя жена, а ведь, ведь только Вовка спас меня. Ну, понятно было, о ком заботиться. Да, да. И вот сейчас Ольге есть о ком заботиться. А вот и хозяин. Ну, что? Здравствуй, Ваня. Здравствуй. Ванечка, ты раздевайся и садись. Я сейчас разогрей ужин. Спасибо, я не голоден. На работе поеду. Ну, Ваня, ты чего? Ну, я в гости к вам пришёл, ну, Лиза ужин приготовила, а? Характер у меня скверный. Один побыть хочу. Кстати, мне нравится, что ты мою жену развлекаешь. Ну, и дурак ты, Вань. Да. Веня, ты не обижайся на него, он в последнее время сам не понимает, что говорит. Ну, ладно, ладно, всё ясно. Веня, тебе, наверное, лучше сейчас уйти. Ну, видишь, обстановка накаляется. Зря. Зря ты меня сейчас уйдяешь. В общем, надо с ним поговорить. И я бы с ним поговорил, как мужик с мужиком. Не надо, Винтика. У нас сейчас так напряжённая обстановка. Я бы поговорил с ним по-мужски. Не надо. Привет. Привет. Ой. Прости. Тебе. Спасибо. Пожалуйста. Устала? Устала. Может быть, что-нибудь выпьешь? Да нет, спасибо. Может быть, в таком случае поужинаем? Я не голодна, спасибо. Ну. Просто фея. Не ест, не пьет. А как насчет того, чтобы потанцевать? Я, пожалуй, откажусь. Ну, а я тогда, с твоего позволения, выпью. Ну, а что? Алло. А, Жанночка, привет. Это ты. Ну, поздравь меня. Я принимаю высокопоставленного гостя. Ну, угадай, угадай, кто? Андрей. Жанна, это катастрофа, все рушится. Элла, пожалуйста, успокойся только. Не психуй ты. Ты что, не знаешь, что ты таких дров можешь наломать? Просто мало никому не покажется. Я тебя точно знаю. Элла, я тебе уже говорила, что безвыходных ситуаций не бывает, да? Поэтому мы обязательно что-нибудь придумаем. Для начала просто будь сама любезность. Любезный? С ним? Жанна, да я все понимаю, я не дура. Я постараюсь быть очень любезной. Слушай, Жанн, я тебе перезвоню, кажется, пришли. Проходи. Не стесняйся. Ну что, нас здесь, кажется, заждались. Добрый вечер. Добрый вечер. Да, дорогой, конечно, заждались. Проходите. Проходи. Рит. Да я чем больше тебя узнаю, тем больше ценю. Да я знаю, что я ценный сотрудник. Да нет, я не об этом. Ты знаешь, когда мне Сашка говорил, что ценит свою жену за преданность, я его не понимал. Ну что это за качество такое, преданность? Если тебе нужен преданный друг, заведи собаку в конце концов. А теперь понимаю. Женщина она должна быть преданной, надежной, верной, чтобы в ней быть уверенной на все сто. понимаешь? Вот ты, Рита, преданная и надежная. Ценю. Хвалю тебя за твое поведение. ты все понимаешь правильно. Странно, Вадим. Я ведь тебя любила. И даже, кажется, по-настоящему любила. А теперь такое ощущение, что я тебя ненавижу. это ничего. От ненависти до любви один шаг. И наоборот. Наоборот, вряд ли. На. Угу. А что нам мешает проверить? Кстати, мы не засидели здесь? Может, поедем? Поедем. А вот здесь я коллекционирую впечатления от своих путешествий. везде, где бы они были, стараюсь привезти какие-то интересные вещи. Ну, на память. Ух ты. Да, это мы вот здесь, на Красном море. А еще фотографии есть? Есть. А ты хочешь посмотреть? Конечно. Хорошо. Сейчас посмотрим. Пойдем, пойдем, пойдем. Ага. Присаживайся. Эллочка, присоединяйся к нам, хочешь? Да, конечно. Так, что здесь у нас? Ух ты. Фотографии моей молодости. Ты мне их не показывал, скрывал. Знаешь, я их сам давно почему-то не смотрел. Сейчас буду просматривать и заодно вспоминать. Знакомые места. Да, это вот как раз мы на практике. Чудные места. Правда. А сейчас, где она здесь? Я тебе покажу фотографию. Ни за что не догадаешься. Вот. Чем мы здесь занимаемся? Так это вы на картошке. Гляди-ка. А откуда ты знаешь, что раньше студенты ездили на практике на уборку урожая? А мне мама рассказывала. Олюшка. Олюшка. Да, бабуля. Да, Господи, ну отдохнула бы и так целый день на ногах. Пусть лучше вон у Ани с ребенком-то побудет. Тише, не надо, Аню, пожалуйста. Я сама, сама. Все, все, все. Успокойся. Ой, Господи, Боже мой. О, Господи. О, Господи. О, Господи. Субтитры подогнал «Симон»